Девушки отдыхают Джимми, это я. Можно спросить, что случилось? Нельзя. Машина несколько раз перевернулась. Она лежала ногами туда. А кто же вышиб дверь? То есть непредумышленное убийство. Что бы вы посоветовали этому человеку? Кучу мелочей он просто не мог предусмотреть. Пальчики, ДНК, распечатки, звонков. Если он, например, проводит сделку с крупным банком и его арестовывают, сделка срывается. Половина активов исчезла. У нас дыра в 400 миллионов. Не может быть. Тебе светит тюрьма на тысячу лет. Ну и что мне делать? Да. К вам детектив Брайер, он в приемной. Водитель так и не найден. Водитель? Да, тот, кто был за рулем. А что у вас с головой? Задел шкафчик с лекарствами. Что ж, бывает. Детектив Брайер, насчет вашего мужа. Через секретаря, пожалуйста. Что происходит? Он мой отец. Я не могу ему не верить. Это убийство. Я в курсе, он тебя туда выслух. Чем дальше, тем больше лжи. Иначе бы наши инвесторы разорились. Ты мне солгал. Нам грозило банкротство. Ко мне приходили из полиции. Я тебя прикрывать не стану. Он сядет и плевать, что его показывают по сервису. Я твой партнер. Никакой ты не партнер. Ты подчиненная. Ты сам во всем виноват. Все, что я делаю, ради нас, ради семьи. Ты будешь учить меня законам бизнеса? При чем тут твой бизнес? Речь о всех нас. Порочная страсть. Скоро на экранах.